Всем привет! Ну вот я и дома. Сегодня был такой бешеный напряженный день. Кто помнит, кто как бы давно на канале, я пробовал, регистрировался в доставке Яндекса. Так вот, сегодня, так как в этой квартире проводят резетки, то есть перфоратором долбят, и не очень я люблю такое занятие, такие шумы, решил я за одно дело и потестить вот этот самый Яндекс. Яндекс.Доставку, ну заодно и денег заработать. И вот, что из этого всего вышло. Вообще, изначально день складывался так, я не собирался тестить этот Яндекс, я про него вообще забыл. Яндекс.Гоу, Яндекс.Про, кто не знает, это не еда, это такая же курьерская, то есть не ходишь ты в какой-то одежде добавочной, в спецовки в их, так же просто ты в своей одежде, ну в общем, без всякой роботы ходишь, проще сказать. Поехал я на Маркса, на площадь Маркса, уехал, включил эту Достовисту, сижу, жду, час, а, кстати, пока я ехал, заказы не заходили, телефон лежал в кармане, я прихожу, из автобуса выхожу, включаю, смотрю, мне показывают, что ваш заказ ушел в другом. То есть я его пропустил, я не увидел, если я два раза заказ пропускаю, то получается меня блокируют на два часа, то есть два часа я не могу заказы получать. Ладно, думаю, сижу в этом Версале, торговый дом, час-полтора нет никакого заказа, вообще ничего нет. Нет, я потом вспомнил про вот этот Яндекс, который тоже я устанавливал, в котором регистрировался. Только его буквально включил 3-4 минуты, 3-4 минуты буквально заходит заказ. Я сначала не понял, как что-то делать, там что-то написано, типа, ехать в Краснообск, я нажал отклонить, мне минус 4 рейтинга, буквально еще пару минут, опять этот же заказ заходит. Я уже, ладно, принять, потому что потом говорилось минус 6 рейтинга, а там если сколько, до скольки-то рейтинг понизится, то есть изначального 100, то заказы поступать не будут. Ну, в общем, я этот заказ принял, пошел, заходится это и до 100 висты заказ. Конечно, я же его уже взять не могу, просто надо было выйти из этого приложения, доставить сестой, типа, я не работаю, статус поставить, но я этого не сделаю. И в итоге меня в блок на 2 часа. Первый заказ с Маркса на Краснообск приехал по дороге, где-то минут 30 я ехал, в принципе, быстро доехал, и он туда, туда куда-то идти, буквально через дом от остановки, я уже буду на месте, как что дальше будет происходить, не знаю, то есть поначалу я просто подошел на место, нажал кнопку я на месте, потом получил заказ, еще раз нажал, выехать или завершить, что-то такое. И, в общем, несколько отметок уже сделал до того, как сюда прибуду. То есть такая разница небольшая, погнали. Ну все, заказ доставил. Кстати, я не ожидал, я был уже в этом поселке РП, Краснообск. Смотрите, как выглядит все по-современному. Вот это вот просто обычный двор, как я понимаю. Кстати, я еще и в Кольцово бывал, там тоже очень много вот таких вот домов. Так тут, наверное, будет отсвечивать. В общем, вот из такого кирпича сделаны новые дома стоят. Ну, а там старые панельные этажки. И вроде бы это РП, но в то же время, ну, город как город. Да, нас заснежило. Да, и сегодня, кстати, морозец. 20 с лишним, 27, наверное, 24. Но руки подмерзают. Вернулся я обратно на Маркса. Хотел зарядить телефон, даже толком не успел. Только на зарядку поставил, сразу еще один заказ заходит. Получается, на Костычево 10, туда сейчас направляюсь, полтора километра пешим. Там нужно что-то будет забрать и куда-то увезти. Короче, такая фигня. По деньгам я пока не могу посмотреть, пока не взял первый адрес. Может, я пока еще не разобрался, как это правильно делает. Может, так оно и есть, в дальнейшем будет видно. Но пока я не могу видеть, сколько стоит работа, сколько стоит сам заказ. Пока не возьму первый. Тот заказ я выполнял. По цене, получается, 433 рубля. Но сам Яндекс, он забрал свою комиссию 71 рубль. Вот. И оплата вроде как каждый день производится. То есть, сегодня заработал, завтра ты уже получил. Ну, кроме субботы и воскресенья. Но как все будет на самом деле, как говорится, время покажет. А пока продолжаю тестить. Пришло сообщение, заказ снят. Я уже было расстроился, только телефон убрал в карман. Новый заказ заходит. И прям тут, рядом, то есть. Упс. Вперед. Большой нежданчик. Вот этих два пакета. Тут только три пятерки с водой. Еще продукты. Вот это все надо тащить. Хорошо, что на метро можно уехать, но недалеко. Сказать, что я охренел от этого заказа, это вообще ничего не сказать. Эти баклахи, они шестилитровые. То есть, грубо говоря, этот заказ, он весом был, получается, 12. Ну, 25-26 кг. Да, по идее, от магазина до суда идти было полтора километра. Я бы мог, в принципе, пешком дойти. Но из-за того, что был такой вес, я на метро проехал. И то от станции метро до суда я 600 метров шел. Но на счету уже почти 600, там 581 кажется. И мы продолжаем двигаться дальше. Ну, в общем, меня во втором приложении разблокировали. Я его активировал. И вуаля! Опять заходит. Заходит еще один. Короче, едем. Похолодало. Очень сильно похолодало. Самое главное, на термометре ходишь, смотришь на уличную. 23, 24, 25. В телефоне показывает 26. Но по ощущениям, как будто все минус 35. Инеем все покрывается. Вот прям инеем. Холод, промерзаешь ты до костей. Ну, в общем, поэтому я, конечно же, дальше ничего уже снимать не стал. Все равно заказы еще заходили. В итоге я вот этот один только заказ из достовиста выполнил. Остальные все с Яндекса заходили. Что могу сказать о своих каких впечатлениях именно по вот этому Яндексу? Выполнил, получается, по итогу дня 4 заказа где-то в Яндексе. Да, 4 заказа. То есть там, получается, у меня 1000 с чем-то получилось. 1100 с чем-то. Или 1200 с чем-то. Точно уже не помню сумму. И вот этот заказ из достовиста, получается, он был на 300 тоже с чем-то. Почти на 400, грубо говоря. Ну, возьмем, грубо говоря, полторы тысячи. Полторы тысячи получилось. До 19.00 я поработал. То есть, грубо говоря, с 12 я начал свою смену рабочую. И до 19.00. То есть 7 рабочих часов у меня было. За 7 рабочих часов получилось полторы тысячи. Минус где-то 300 на проезд. Ну, 1200 чистыми вышло. Мои личные впечатления. Заказы только так поступают. Именно вот с Яндекса. Только так, в отличие от Достовисты. Но у них локализация, локальность. Именно надо находиться в каких-то таких ключевых точках города, где много всего, допустим, на Маркса, где-нибудь в центре. Именно в таких местах. Тогда будет большая вероятность того, что заказы будут поступать постоянно. И действительно будет возможность подзаработать. Но еще какой я вывод сделал, что нужно по-любому пользоваться вот этими двумя приложениями. Тогда действительно, тогда будет работа постоянно. И можно будет еще больше зарабатывать. Также я думаю, если в этом Яндексе поработать несколько дней, то есть уже более-менее все там ориентироваться, то стабильно 2-3 тысячи в день можно спокойно делать. С двух из этих приложений. То есть за, я считаю, где-то за 10 часов. За 10-12 часов рабочих можно где-то вот. 2-3 тысячи можно стабильно делать. Минусы, конечно, есть. Сегодня это вот этот был минус. Тяжелый вот этот заказ из Ярчи, который пришел. Если бы я не ходил на тренировки, я бы просто офигел. Он реально, он тяжелый. Он сначала ты идешь вроде нормально. Каждый, кто носил что-то тяжелое, понимает, что с каждым метром как будто по килограмму тебе добавляется. Как будто по килограмму тебе добавляется. Ты вроде бы передохнешь, но все равно вот эта тяжесть. То есть не видно, сколько, какой вес будет у заказа. Также все-таки, правда, нельзя посмотреть на сумму, пока ты не возьмешь на первой точке, не заберешь заказ. То есть ты не можешь посмотреть сумму, которая тебе будет оплачена. И ты выбирать здесь не можешь. То есть тебе заказ приходит, первая точка, она будет рядом где-то в районе полутора километров. Ну я так, мне по крайней мере сегодня такие попадались. А вторая конечная точка вообще неизвестна, где она может находиться. То есть не в Краснообск поехал. Ну хорошо, тут недалеко было, получается, с Маркса до Краснообска. Тут рядом как бы доехать это не сильно проблематично. 13 километров, кстати. А так может же отправить и куда-нибудь на родники, допустим, с Маркса. Или еще дальше куда-нибудь в Пашино. И ничего делать не будет. Ну ничего, или ты берешь этот заказ, или ты от него отказываешься, но теряешь в рейтинге. Также, когда заказ закрываешь, ты оценку даешь заказчику и получателю. То есть ты им звезды ставишь и галочки. Понятный ли был адрес, вежливый ли был заказчик и давали ли они чаевые. То есть вот эти три галочки отмечаешь. В любом случае, эксперимент считаю удавшимся. Тем более, уже засиделся дома. Хоть какое-то было разнообразие. Благодарю всех за просмотр. С вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого. Всем пока-пока.